Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в драконы всадники Олуха. Так, что у нас тут принес Беззубик, давай посмотрим. Так, рыба, кружка и древесина. Забираем. Пляж обожженных пальцев больше похож на пустыню, и почему его так назвали? Не знаю. Икинг, ты так и не ответил на мой вопрос, у тебя все в порядке? У нас полно работы, Астрид. Я просто очень занят, но у меня все хорошо. Хм, что-то я в этом очень сильно сомневаюсь. Что опять происходит? Астрид, мне нужна твоя помощь. Я с радостью тебе помогу, Икинг. Что бы ты ни задумал. Отлично, собери остальных и приходи в зал совета, нам нужно обсудить дальнейшее расширение Олуха. Эээ, конечно, зал совета, правда? Я подумала совсем не об этом, когда ты попросила помощи. Так, зал совета выглядит потрясающе. Вот бы отец его увидел. Ух ты, Астрид. Вся выложилась по полной. Как раз это Олуху сейчас и нужно. Мы одна команда, Икинг. Вместе мы все преодолеем. Не забывай об этом. Конечно, Астрид. Думаю, ты не позволишь мне забыть, даже если я захочу. Эти драконы-титаны величественные создания Валка. Да, и они работают гораздо усерднее, так что нам, наверное, скоро понадобится увеличить производительность лесопилок. Знаешь, Валка, ты всегда была дипломатичнее стойко, но не менее деятельной. Еще одна лесопилка готова работать в полную силу. Да начнется древорубка, как я люблю говорить. Так, отлично. Валка, теперь мы сможем срубить столько деревьев, что нам, наверное, скоро понадобится больше этих трудолюбивых драконов-титанов. Вижу, ты сам еще тот дипломат, плевака. Привет, плевака. Я только что пожарила свежих котлет. Не хочешь парочку? Ох ты ж. Я бы с удовольствием, но как раз собираюсь улучшить дравницу. Ага, ну бывай. Я никогда не видела, чтобы плевака так быстро ходил. О, плевака закончил улучшить дравницу. Время для обеда. Эй, плевака, ты должно быть голодный. Угощайся моими котлетами. Секретный рецепт. О, я бы с удовольствием, но нужно искупать ворчуна. Ага, вот. Пойдем, ворчун. Эй, мам, а что за секретный рецепт котлет? Секрет в том, что нет никаких котлет. Я просто хотел заставить плеваку поработать. Посмотри, как здорово он улучшил дравницу. Плевака. Плевака всегда меня поддерживал с самого моего детства и даже взял в свои подмастерья. Да, он всегда был добрее и благоразумнее остальных, даже твоего отца. Эй, у меня уши горят. Вы только что говорили обо мне? Конечно, о тебе плевака. Я как раз говорил маме, что нам бы не помешало улучшить рыбацкую хижину. Я бы обижался, что люди постоянно хотят, чтобы я что-то починил. Но если бы я не был так хорош в этом деле. Так что, если честно, я их не виню. Когда я боялся поговорить с отцом, я всегда мог поговорить с плевакой. Он всегда умел меня поддержать. Я даже не знаю, где бы мы сейчас были без такого замечательного человека, как плевака. Так, я улучшил рыбацкую хижину. Эй, вы что, опять обо мне говорили? Да с чего ты взял плевака? Иногда во время путешествия я вижу такие маленькие розовые ростки со сладковатым запахом. Выглядят они восхитительно. Но стоит мне попытаться к ним приблизиться, как беззубик встает у меня на пути. Да, хранят боги беззубика. По описанию, это язык сладкой смерти. Так она заманивает своих жертв. Фу, похоже, беззубик меня спас. В который раз? Сладкая смерть, да? Такого дракона еще нет на ухе. Так, а вот, ребята, и дракон, которого нам нужно с тобой найти. Сладкая смерть. Ну что, попробуем поиски начать. 204 рун потратить. Ну что же, я думаю, стоит того. Пускай летит наш беззубик. Ну а мы с тобой пока... Замерем ресурсики. Так, древесинка. А здесь тоже древесинка. Так, у нас получает парочка уровень. Ну что, давай, наверное, прокачаем еще малька их, да? И отправим на тренировку. Так, древоруб. Тоже принес нам древесины. Так же, как и костолом. Ну, согласитесь, друзья, они очень мало приносят нам древесин. Вообще ресурсов, несмотря на то, что у них очень, конечно же, большой уровень. Эпические драконы в 100 раз больше приносят. Ну и качать их тоже сложнее. Об этом не стоит забывать. Так, ну что, барсы вепри. Стоит ли мне вас качать, не знаю. Так, ладно, сарделька, что ты нам принес? Давай, показывай. Руны. Почему-то я даже не засуменевался, ни наскольчка. Так, бесплатно. Пускай летит. Кривоклык. Я даже не знаю, что с тобой сделать, ты, Кривоклык. Или тебя дальше прокачивать? Нет, давай-ка мы тебя просто отправим в приключения. Вот, лагерь охотников на драконов. Я думаю, это будет оптимально для тебя. Так, с граммгильдой возьмем, наверное, бесплатно. Вот так вот. Ну что, барсик, ты у меня остался один. Так, за 3000 рун, ну, это нам не нужно. А какой уровень? 90-ый. Ладно, пускай летит пока просто. Нет у нас достаточного количества рун, чтобы можно было что-то приобрести. Да? Открыть какую-то новую локацию или еще что-нибудь в этом роде. А вот это уже хорошо. Два элемента мы с тобой нашли за рыбу, за древесину. То есть ничего не потратили, никаких рун. Так, давай смотреть, что у нас тут подлагивает немножко. Это, наверное, из-за того, что я слишком много драконов подоставал. Это вообще какие-то крохи приносит, если честно. Так, лети. Да куда-куда-куда-куда ты так пролистываешь-то мне? Пять миллионов, да, нашел нам древесины. Плевака будет счастлив. Мы сделали все в точности, как он просил. Ага. 20 рун. Ну, где же вы так задержались? Я же сказал, чтобы вы взяли с собой дракона. Мы так и сделали. Но они все гораздо тяжелее, чем выглядят. Ох, вы ими Одина. Так, что тут опять? Стойк обширный погиб? Я бы мог рассказать сотню потрясающих историй о стойке обширном. Но только не сегодня. Сегодня у меня выходной, но я должен убедиться, что в такое трудное время жители Олуха ни в чем не нуждаются. Выполнить обмен. Пять раз. Сделаем этот обмен. Так, о, смотри, 18 миллионов. Шторморез добывает древесины. Ну, разве это не круто? Конечно, круто. Так, ладно, пускай он добывает дальше. А мы продолжаем. Так, я хотел... Стоп. Ну, тут тоже копейки. Полтора миллиона, это вообще ни о чем. Это вообще ни о чем. Так, где у меня там эти модификрылки и остальные? Так, тут почти 7 миллионов рыба достает, да? За одну ходку. Ну, а модификрылка еще до сих пор у нас прокачивается. Получает, я так понимаю, уровень. Так, ну что, этого нам нужно, по-моему, прокачивать, если я не ошибаюсь. Так, пускай летит, тренируется. Мармелед. Слушай, ну, мармеледа, я думаю, не будем укачать с собой. У меня где-то здесь брюхохват. Или как его там величать-то? Где тебе найти-то? Вот здесь. Брюхоглот, е-мое. Все время я его называю брюхохватом. Брюхоглот, конечно же. Так, ну он маленький, еще уровень у него 15-ый, поэтому... Пускай летит, обучается. Так, и вот этого я хочу, ребята. Подожди, нет, 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 вот. Шипотение, конечно же. Пускай летит тоже. В плане опять место забито. До него, походу, никогда не дойдет очередь. Именно на раскачку. Кто опять там у нас? Я всего двух или трех драконов туда отправил. Уже места нет. Так, делаем обмен. Сейчас я посмотрю, кто у нас тут тренируется так усердно. Причем здесь громорок? Блин, я правильно, я в ангар нажал. Надо вот сюда вот нажимать. Да фиг ее знает. Вроде бы... А, вот оно что. У нас с тобой... Ну да, очень долго тренируется. Особенно вот эти вот. Модификрылка, да? Плюс ветрокрыл. То есть за железом у нас никто сегодня не полетит. Получается. А нам нужно всего лишь три. Три железа для того, чтобы... Открыть... Открыть плеваку. Да, да, именно плевак у нас... Появится следующим персонажем. Так, здесь мы забираем с тобой награды. Естественно, сразу отправляем его дальше. Так, где у нас еще один? Вот он, красавчик. Так, забираем награды и отправляем. Ну что, событий у нас нету в ближайшее время. Наверное, не будет. Так что сегодня пойдем на арену. На арене нам нужно набить с тобой паки. Ну и вообще сделать всю эту суету, которую мы обычно не успеваем. Так, кревет, громобойка, столом, ресурсы. Да, и надо будет еще... Давно мы не открывали второй пак. За что? За рекламу. Поэтому надо сделать монету Одина получаем. И самое главное. Так, крылатый ужас. Ужасное чудовище. Парящий прихвостень. И больше ничего. Так, шестеренки идут. Это, кстати, тоже хорошо. Потому что их нам нужно очень много. Приличное, по крайней мере, количество. Я думаю, с какого перепуга у меня здесь просто так вот сидит кипятильник. Причем он обычный. Давай мы его отправим в ангар. От него толку здесь нету. Только лишь лаги идут. Из-за того, что он стоит здесь. Так же, в принципе, как и вот этот. Пещера-крушитель. Мы его тоже отправим в ангар. Так, в ангар. А, вначале нужно... Все, я понял. Так, возвращаем. И иди в ангар. Так, этим, если я не ошибаюсь, нюхо-горбом мы тоже пока не пользуемся. Поэтому давай его тоже отправим в ангар. Так, смотрим. А ты-то что тут притихарился? Думает, я его не увижу, да? Так, здесь, в принципе, можно было бы шелкопряда убрать. В ангар. Потому что, ну, действительно, он тоже здесь не нужен. Кем мы с тобой не пользуемся, лучше сразу убирать. Чтобы они тут под ногами у нас не путались. Так, ну, вроде бы... Вроде бы... А, вот этого еще нужно убрать. В ангар. Гроза морей. Все равно не пользуемся. Так, ты кто? Вострозуб. Тоже иди в ангар. Так, лезвие крыл. Иди в ангар. Ты у нас кто? Разнокрыл. Тоже обычный, конечно, в ангар. Всех обычных, мне кажется, нужно вообще в ангар отправлять. Не вижу смысла их вообще здесь держать. Так, принцесса огнеедов. Пускай пока постоит. Это кто у нас? Это у нас дыш... Дымодышащий, да? Душитель, короче. Тоже его в ангар. Так, этим... Почему? Чем мы вообще не пользуемся. Поэтому тоже в ангар его отправляем. Тем самым мы с тобой, кстати, вот этого сказали прокачивать. Типа он неплохой. Буйволорд. Не знаю, не знаю, ребята. Но будем прокачивать. А это кто? Хакату. Давай в ангар Хакату. Ты нам здесь как бы не нужен. Ну, в принципе, все. Вроде бы... Не знаю, получше, не получше стало. Но разгрузили мы с тобой точно. Так. Пещерный скалотрез. Тоже иди в ангар. Ты кто? Хвостаяр. Хвостаяр пускай пока постоит. А ты? А ты острозуб, причем и обычный еще. В ангар быстро. Побежал. Здесь у нас кто? Так, страж. Третьего уровня. Мы не пользуемся в ангар. Тут кто у нас? Кораблекрушитель. Тоже не помню, чтобы мы им пользовались. Поэтому в ангар. Громоножка. В ангар. До вас, я не знаю, когда очередь вообще дойдет. В плане прокачки. Парящий прихвостень. Тоже, по идее, в ангар бы его надо. Так. Болельщик сардельки. Этого, пожалуй, мы пока оставим. Громорок-защитник. Их я достал, наверное, для того, чтобы ребята прокачать. Да? Ну, не знаю, когда до них очередь дойдет. Сам прекрасно видишь, что у нас... О, ангар-то у меня заполнен уже. Вот так вот. А здесь что у нас? Сорок, да? Слушай, давай-ка посмотрим. У нас есть руны? А, 30 нужно. 30 монет Одина, чтобы купить один пак. Все понятно. Тогда забираем здесь награды. Забираем 25 тусклого янтаря. 30 у нас склянок. Плюс тут еще 50. И еще так. Что там? Приобрести тусклый янтарь у Эрита. Это как я должен приобрести у него тусклый? А, обмен, видимо. Или как? Подожди секунду. Как это я у него должен приобрести тусклый янтарь? Что-то они не то пишут, по-моему. Обменять? Да, ну, приобрести. Так, что у нас тут? Поищите сладкую смерть. Это мы уже начали с твоих заданий, да? Выполните обмен. Это понятно. Так. Поручите нюхохвату добыть 15 тысяч единиц рыбы. Так, а где у меня нюхохват, во-первых? Вот он. Так, ну-ка, давай, иди добывай рыбу. Задание у нас такое. Добывать, заставить тебя рыбу. Так, завершить приключение. Еще семь штук. Ну, здесь понятно. Здесь нужен нам обмен. Пока он нам недоступен. Потому что у нас не хватает определенных ресурсов. И почему-то только этот может летать. Беззубик. Почему никто больше не может, кроме него, летать, а? Скажи вот мне на милости. Столько вроде бы драконов, столько всяких знакомых и друзей. И только один беззубик может это делать. Сколько тут расширений стоит? Три-четыреста. Понятно. Ну что, давай сходим на арену с тобой. Немножечко подеремся. Позарабатываем, так сказать, паки вождя. Давно мы здесь с тобой не были. Пора, как говорится, подраться. Так, ну что нам там выпадет? Давай смотреть. Угу. Так, сарделечка. Кривок лык и громобой. Ну, с кого начнем? С громобоя. Начнем с него. Так, укусь. Отлично. Ах, сарделька сейчас начнет тут выпендриваться. Блин, больно жарит. Очень, друзья мои, больно жарит. Слушай, мне кажется, мы тут, наверное, сейчас... Прикинь, проиграть можем даже. Добить добьем. Сейчас уничтожат меня, конечно, этого. Слушай, а вдруг не уничтожат? Нет, сарделька, естественно, ребят, сейчас... Бомбанет. Она не упустит этого шанса. Слушай, что творится, а? Что происходит? По всей логике, они должны были забомбить. Моего штормолеза, но они почему-то этого не делают. Они все переключились на барсика. Нет, мне-то это хорошо. Слушай, ну вообще замечательно. Просто круто. Давай-ка траванем его. Хорошечно. Укусик. Ну, он сейчас добьет. Какой-то странный чувак, непонятный. То вначале барсика бомбит, то потом наш штормолеза переключается. В общем, доиграли все. Все, выиграли в сухую. Ну, а здесь у нас с тобой скалотряс. Я смотрю, опять же, кривоклык и плюс водорез. Наверное, начать надо вот так. Не хочу, чтобы скалотряс здесь буянем. А это, видимо, неизбежно. Так, кого он будет атаковать? Опа, он промахнулся. А это круто. Одна промашка очень дорого стоит, кстати. Но штормолеза, скорее всего, шваркнул. Водорез сейчас делает свою супер-атаку. Да? Странно, нет. Что с ними происходит? Они нарушают все, ребята, каноны. Битв. Такого я раньше не замечал, чтобы они вот так вот дали возможность кому-то выжить. Всегда атаковали у кого-либо мало здоровья, либо кого они считают слабее. Так. Началось. Началось. Добить не сможем. Ну, барсик сможет. Так, кривоклык. Мы выжили. Все, ребята, берем под контроль и, соответственно, уже начинаем его бомбить. То есть, грубо говоря, победа уже за нами. Ну, что ты сделаешь? Да ничего. А мы добиваем. У нас очередной поединок. И здесь у нас громорок, злобный змеевик и крылатый ужас. Логичнее начинать именно с крылатого ужаса. Так что, давай попробуем его сейчас разбомбить. Окей. Хотя на змеевика можно было бы, конечно, сделать усиленную атаку. Да ладно, фиг с ним. О, начинает. Начинается. Сейчас, скорее всего... Ага. Ну что же, их меньше стало. Громобой будет... Вот как он делает. А вот это вот не надо, пожалуйста. Свою усиленную атаку... Я, наверное, все-таки вот так сделаю. На кого? Понял. Хильнуться успеем? По идее, я должен успеть. Вот то, что только не очень много у нас. Так, ребят, что это такое? Неужели сейчас игра вылетит? Скорее всего, что-то зависло все. Блин, придется перезаходить. В такие моменты приходится начинать все заново. Да, но, слава богу, здесь бои бесплатные. А вот когда мы с тобой проходим какое-то событие, и это происходит именно во время него, мы с тобой теряем энергию. При этом победу нам не заслуживают. Так, ну что, давай, наверное, ушлепаем с тобой, да? Это у нас шипорез, насколько я помню. Был. Был шипорез. Ох, ё-моё. Вот это ты лихо, парень, начал. Сразу с фаербола. Не нравится мне вот то, что они тут вытворяют. Хиляемся. Не понял, почему ты... А почему Барсик не хильнулся? Да хорош ты уже, успокойся. Ты достал свой фаерболт этот выпускать. Зловещие. Ну что, убиваем его? Сейчас, сейчас допрыгается. Ну что, Гривоклык, сделай его. Вот так вот. А то взбесил уже меня. Ну вот мы и накопили на пак вождя. На первый. Костолом. Древоруб. Так, ужасное чудовище. Душитель. Крылатый ужас. Парящий прихвостик. Барс и вепрь. Так, и как ты видишь, у нас с тобой выпали обычные паки. Ни одного, ни редкого. Про эпический я вообще молчу. Один раз, по-моему, всего лишь за всю игру мне выпал. Ну, а мы поехали дальше. Нам нужно получить еще один пак вождя. И, в принципе, на этом будем закругляться. Так, показывайте мне, пожалуйста, наших противничков. Я уже готов. Так, я вижу Громорок. Тройный удар. Ага. И Громель. С кого тут начать-то, даже не знаю. Наверное, вот так будем потихонечку бомбашить. Поехали. Хотя, можно было бы и Громорога, в принципе, дубануть. Ладно, фиг с ним. Пускай живет пока. Так, они специально делают для того, чтобы у этого была возможность воспользоваться фаерболом. Я так понимаю? Скорее всего. Ладно, тогда мы с тобой уничтожаем тройной удар. Этот. У него одна атака получается, да? Окей. Ну, а ты куда? Прыщ. Ну, понятно, куда. Тупо сомневался, да? Ну что, прощаемся с Барсиком. Ну, тогда сейчас. Да. Ушатали все-таки. Ушатали они его. Добились своего. Ну что, Громорог. Сейчас будешь отвечать за все. За все, что ты тут сделал. И добивка. Нормально. Костолом, шторморез и злобный змеевик. Ну, я предлагаю начать так. Для начала злобный змеевик. После шторморез. Нет, наверное, потом костолом. А потом все-таки шторморез. Вот так мы сделаем. Ну. Отлично. Так, ну что ты будешь делать? Уклонение. Ух. Пошло. Пошло, ребята, дело. Ну что, давай, наверное, сюда укусим. Плюс. Стоп. Хильнемся. Так, этот. Да, все-таки 4 энергии ему нужно для разбега. Естественно, страдает, как всегда, Барсик. Ну, а мы начинаем. Точнее, продолжаем. Наши козни. Так, что он сейчас собрался делать? Опять уклонение. Второй раз, ребята, он хочет Барсика наказать, и не получается у него. А вот у Костолома получается очень даже хорошо. И добиваем. Все, ребята. Остается у нас шторморез один. Одинешник. Слушай, смотри, а у него почему-то у штормореза есть понижение, ребята, атаки. Ну, это, по-моему, какой-то немножко другой, да? Да, немножко другой, не такой, как у меня. Ну, что, очередной поединок. Я смотрю, у нас вот компания такая, не очень хорошая. Ну, Костолом, ладно. Это что он сейчас такое сделал? Что ты сделал такое, я не понял. Что-то пыхнул таким мощным. Блин, как вот это меня раздражает. Фаерболы? Ну, естественно. А, он не попал. Он не попал. Ну, что же, это нам на руку. Нам нужно как быстрее, можно успеть уничтожить этого. Ага. Так, хильнемся. Этот просто ударит. Тоже промахнулся. А этот... Воу-воу-воу-воу-воу. Пошло-поехало. И все в Барсика. Ну, Барсик выжил. Не, это круто. Так, ну что. Сделаем таким вот образом. Сейчас, наверное, все-таки уничтожил его. Добил. Ну, а мы добьем тогда его. И остается у нас... Костолом. Один-одинешенек. Сейчас будет глушить, конечно. У него нет глушения, понятно. Тогда, в любом случае, ему крышка. Сильно бьет, конечно, ничего не скажу. Но против нас это бесполезно. В общем, прошли. Ну, вот и второй пак вождя. Что же нам тут выпадает? Шторморез. Шепот смерти. Громовой защитник. Так. Дымодышащий и кривоклык. Все. Все, друзья мои, что могли, мы сегодня с вами сделали. Получаем 10 рун за поединки. События ближайшие я не знаю, когда будет. Но, если что, вы пишите мне обязательно в комментариях. Как только появится, сразу пишите. Так, что нам здесь еще можно сделать? Я хотел посмотреть, сколько у нас, во-первых, янтаря. 117 уже мы с тобой накопили. Ух ты. А что за летние извояния? Так, время в свой сезон. 16 часов. Награда руны, предметы для обмена янтарь железа. Чего он делает? Я не могу понять. Награды руны, предметы для обмена янтарь железа, предметы из серии испытаний, набора жетонов и многое другое. Два дня. Два дня. Два дня будет делаться, что ли? Я не пойму. Так, а это что? Извояние общего сбора. А, соберите все, что я понял. Все, что наши драконы собрали. Так, извояние дрессировщика титана. Это, по-моему, сокращение, да, идет? Обучайте дракону сетилищу волки быстрее за меньшую сумму. Понял. Оборона Олуха. Это нам не нужно. Извояние Вечно Крыл. Извояние Вопль Смерти. Увлечит усилищий эффект легендарного дракона еще на 10%. А стоимость обучения снижается на 30%. Чего? Чего не понял? Я же не... Так, Буйволорд. Ветродуй. Вострозуб. Гроза морей. Громль. Так, Громобойган. Громоножка. Древоруб. А что Древоруб может? Так, на максимальном уровне. 47% добыча рыбы и 53% добыча древесины идет у него. Так, тут про всех драконов, е-мое. Тут замучаюсь их прокачивать, если честно. Да. Хорошо. Сколько у нас с тобой пробирок? 10 тысяч с половиной. Блин, 13 дней, друзья мои. Где мы с вами добудем, блин, еще 3 тысячи? Я не знаю. Блин, а время подходит к концу, да? Две недели у нас, грубо говоря, в запасе и все. Потом пиши пропало. Ну, не получится взять легендарного. Возьмем кого-нибудь другого. Были бы события. Я знаю, что за события дают банки. Но их нету. Поэтому у нас и прекратился, так сказать, поиск этих баночек. Ну что, друзья мои. На этом, пожалуй, я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok